Аким области Нурмухаммед Абдибеков призвал новых инвесторов к сотрудничеству на английском языке. Для кого предназначены бесплатные лекарства и как их получить? Где купить лекарства подешевле? Об этом вы узнаете в материале Ларисы Кусыиновой. Ведущие профессора и ученые стран ближнего и дальнего зарубежья обсудили вопросы науки и образования в современном мире. Аким области Нурмухаммед Абдибеков призвал новых инвесторов к сотрудничеству. Общение на языке Шекспира прозвучало на отчетной встрече главы региона с населением, которая состоялась во Дворце культуры горняков. Отвечая на вопросы, Аким области отметил улучшение готовности региона к паводкам. Также он обещал не уходить с поста, пока не решит основные проблемы области. Сейчас прямо обещать не буду, встретимся, договоримся. Потом этот вопрос решу и не уйду. Во Дворце культуры горняков яблоку негде упасть. Люди заполнили все ряды. Традиционно Аким начал встречу с отчета о проделанной работе. С его слов, заработная оплата в прошлом году увеличилась на 4,8%. Среднемесячная зарплата составила 110 тысяч. Реализовано 10 проектов, создано около 700 новых рабочих мест. В 2015 году в рамках программы развития регионов продолжены строительство монтажной работы на 12 объектах водоснабжения и водоотведения. И по итогам года было введено в эксплуатацию 5 объектов. Завершена полная реконструкция водоотвода номер 2 протяженностью 9 километров, а также реконструкция левобережного конвенционного коллектора в Тараганде. Заслушав отчет Акима, граждане задавали наболевшие вопросы. Один из них касался паводков. Жители села Токаревка выражали тревогу за предстоящий весенний период. Их опасения поддержали и дачники Федоровки. Был нанесен большой моральный ущерб и материальный дачник. А все это произошло из-за голодярства. Однако глава региона отметил, подготовка в этом году лучше, чем в прошлом. Построены около 75 километров защитных дамб, укреплены берега рек, дно углублено на 6,5 километров. Паводка опасные русла расширены. Мы входим в водоохранную зону по расчистке руслевых рек. Мамаринов, мой заместитель, который курирует вопросы водопользования, будет организовывать. Акиму города тоже получаем. Посмотреть, что можно сделать. И до наступления тайный период постараться там действительно сделать расчистку этих руслевых. Регрессники предложили Акиму области встретиться и обсудить накопившиеся проблемы. Их интересовали сроки завершения строительства реабилитационного центра в Каркаролинске. Нурмухамбет Абдебеков обещал разобраться в этом вопросе. Также жителей интересовало количество женщин, не получающих алименты и незаконно сдающегося арендного жилья. Во всех этих случаях жителям было обещано разбирательство. Постараемся этот вопрос решить. Отчетная встреча проходила в онлайн-режиме. Все районы могли наблюдать и задавать свои вопросы по интерактивной связи. Глава региона ответил на все вопросы. Их задавали как устно, так и письменно. Нурмухамбет Абдебеков заверил граждан, что работа по всем направлениям будет продолжена. Аймамрина Улжас Габасов, Арман Нартаев, Первый, Карагандинский. Дешевые и бесплатные лекарства. Карагандинцы, находящиеся на диспансерном учете в поликлиниках, получают бесплатные лекарства в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, которая предоставляется за счет бюджетных средств. Взрослому населению, состоящему на диспансерном учете, выдаются бесплатные лекарства при наличии следующих заболеваний. Ишемическая болезнь сердца, гипертензия, сахарный диабет, пневмония, астма, эпилепсия, детский церебральный паралич, онкология и другие. Список заболеваний достаточно большой. Подробнее можно узнать на сайте egov.kyz в разделе «Фармацевтика». Средств местного бюджета осуществляется бесплатное обеспечение по 36 на залоге. Средств республиканского обеспечения – бесплатное лекарственное обеспечение по 13 на залоге. В 2015 году в данный приказ было внесено изменение и был внесен препарат гипетероцитам по заболеванию эпилепсии. При болезнях новорожденных до двух месяцев для профилактики и лечения выдается аптечка матери и ребенка. Детям до одного года адаптированы заменители грудного молока. Детям до пяти лет при остром фаренгите, танзелите и бронхите также предусмотрен список бесплатных лекарственных препаратов. При бронхиальной астме препараты могут получать и дети, и взрослые, состоящие на дипоцерном учете. Для онкологически больных предназначен большой список бесплатных лекарств при всех стадиях злокачественных новообразований. Информацию о бесплатном лекарственном обеспечении можно получить в поликлиниках по месту прикрепления. Доля дорогостоящих лекарственных препаратов очень существенная, потому что у нас есть нозологии, где лекарственное обеспечение, то есть неприменение лекарственных препаратов может привести к тяжелым последствиям. Это такие нозологии, как состояние после пересадки органов, операции на сердце, фенилкетанурия, болезнь Вехтерева или другие орфанные какие-то заболевания. То есть там, конечно, доля лекарственных препаратов достаточно дорогостоящая. В целях поддержки населения и доступности лекарственных средств Управлением здравоохранения был реализован проект по открытию социальных аптек. В Карагандинской области их уже около 30. Пять из них находятся в нашем городе. Социальная аптека в первой поликлинике работает уже с сентября 2015 года. Ассортимент достаточно широкий, но даже если не будет препарата, который вам необходим, можно оставить заявку и приобрести его в течение нескольких дней. Цены в социальных аптеках с минимальной накруткой. Для сравнения, в обычных аптеках накрутка около 20-25%, а в социальных – от 5%. В основном аптека, заявка собиралась по просьбам пациентов. Вот каждая заявка мною была составлена, что спросили, что больше спрашивают. И так вот на сегодняшний день уже около 800 наименований я имею в аптеке. В продаже есть препараты и для детей, и для взрослых. Но в социальную аптеку в основном приходят пенсионеры. Здесь же, в первой поликлинике, они получают бесплатные лекарства. Получаю лекарства здесь бесплатные, поэтому я захожу для того, чтобы узнать, есть эти лекарства или нет. А какие лекарства получаете? Я зилт получаю. У меня была операция на сердце. Это кроворазжижающее лекарство. В нашем городе аптеки с заниженными ценами расположены в государственных поликлиниках. В дальнейшем планируется расширение таких необходимых социальных аптек. Лариса Хустринова, Рустам Беков, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. Потерпевшие хотят взыскать более 1 миллиона тенге с молодой директорисой модельного агентства, которая отправляла девушек в секс-рабство в Арабские Эмираты и Королевство Бахрей. Сегодня в Казбекпийском районном суде по уголовным делам было назначено слушание по этому делу. Подсудимой вменяется статья о торговле людьми. Она признала свою вину и заключила с обвинением процессуальное соглашение. Подсудимая прибыла в зал суда под конвоем. В зале присутствовали ее родные и две потерпевшие. Свои имена и лица последние афишировать не захотели, рассказав ли, что являлись близкими подругами с обвиняемой на протяжении 10 лет. Она обманула их и использовала в своих целях. Как именно, девушки не пояснили. Со слов адвоката потерпевших Рашида Эфизова, девушки хотят возмещения морального и материального ущерба. Они подготовили исковые заявления в части возмещения морального и материального. В размере 320 тысяч тенге, с учетом имеющихся доказательств в этой части. И в размере 1,47 млн. это со стороны. Напомним, подсудимую задержали в ноябре 2015 года. Молодую директрису модельного агентства обвинили в переправлении юных карагандинок за рубеж. По версии следствия, подозреваемая обещала жертвам показы мод и фотосессии. А в результате девушки оказывались в борделях Бахрейна и Арабских Эмиратов. На первом допросе задержанная отрицала все обвинения. Расследование велось по статье «Торговля людьми». Слушание дела перенесли из-за отсутствия на процессе адвоката подсудимой и гособвинителя. Следующее заседание состоится 24 февраля. Аймам Ренес Ламбегус Пан, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. К другим новостям. Житель села Улутау пытался застрелить участкового из-за личной неприязни. Подкараулив полицейского возле дома, он выстрелил в него из-за обреза. Мужчина ранее привлекался за неповиновение представителям власти. В момент покушения он был пьян. Покушение совершил 28-летний мужчина. Он дважды выстрелил участкового, но тот увернулся от пуль. Применив приемы самбо, обезоружил противника и вызвал наряд полиции. Задержанный во дворе он в изолятор временного содержания. Ему вменяется покушение на убийство. На месте происшествия изъято орудие преступления. Задержанный во дворе он в изолятор временного содержания. С места происшествия изъято орудие преступления. Проводится досудебное расследование по статье «Покушение на убийство». Наука и образование в современном мире. Так называлась Международная научно-практическая конференция, прошедшая в Академии Болошак. На традиционной встрече выступили профессора и доктора наук из вузов Казахстана, России и Китая. Обсуждались актуальные вопросы науки и образования Казахстана. Карагантинская Академия Болошак провела очередную Международную научно-практическую конференцию. Главная цель конференции – это обсуждение актуальных проблем и анализ современного состояния науки, улучшение качества подготовки специалистов в учебных заведениях, а также инновация в сфере науки. Встреча дала возможность поделиться достижениями и опытом научных исследований, получить новую информацию, общаясь с ведущими учеными с мировым именем, обсудить пути совершенствования связи науки и производства. В нашей Академии мы сотрудничаем с разными научными центрами. И, естественно, для того, чтобы показать свои достижения, представить свои разработки, нам нужна площадка для общения, неформального общения и общения со специалистами разных городов. Вот мы проводим такую конференцию для того, чтобы основные научные мысли были собраны воедино. На церемонию открытия конференции были приглашены представители областного акимата, учащиеся и профессора вузов Караганды, видные ученые и общественные деятели. В этом году для участия в научном заседании поступило около 600 заявок, профессоров и преподавателей высших учебных заведений, среди которых и вузы СНГ. Широко представлены доклады из среднеобщеобразовательных и технических учебных заведений, государственных учреждений, медицинских клиник и частных предпринимателей, от которых получено более 200 докладов. Благодарю всех организаторов и участников конференции. На подобных встречах я узнаю много нового и полезного, и, конечно же, стараюсь применять это на практике. Такие конференции помогают повысить уровень образования не только нашего города, но и страны в целом. Сотрудники Академии Балшак регулярно проводят встречи с ведущими учеными стран ближнего и дальнего зарубежья. Особый интерес представили доклады по историческим, правовым и социально-экономическим проблемам Казахстана. Участники конференции убеждены, что в будущем значительно расширится представительство стран-участниц и круг совместно-научно-практических исследований. В своем послании народу Казахстана президент подчеркнул, стабильность экономики, общества и государства невозможны без постоянного развития науки, современных исследований и открытий. Асер Сазамбаева Рустамбеков, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. Карагандинскому молодежному интеллектуальному центру БОТА исполнилось 20 лет. Аббревиатура названия центра расшифровывается как «Белемпаздар, ойшелдар, табхарлар, алгарлар», что в переводе означает «знающие, мыслящие, предприимчивые, находчивые». Сегодня прошла встреча читателей, сотрудников библиотеки имени Жаика Биктурова и завсегдателей центра. На юбилейной встрече вспоминали историю создания центра, первых идейных вдохновителей и творческую молодёжь тех лет. Клуб БОТА был организован в 1996 году для встреч читателей-активистов с интересными людьми, проведения литературных вечеров и диспутов. В 1999 году началась акция «Караван БОТА», целью которой стало приобщение молодёжи области к интересному интеллектуальному досугу. В 2016 году будут проводиться немало мероприятий, посвящённые молодёжному и интеллектуальному центру БОТА. На сегодняшние мероприятия пришли не только ветераны этого центра, но и действующие члены клуба. Ежегодно участники центра БОТА проводят мероприятия и в городе, и в посёлках. Совместно с коллегами из Российской государственно-юношеской библиотеки в 2005 году родилась новая форма сотрудничества. Со своими проектами и интересными мероприятиями в юношескую библиотеку приезжали коллеги из сельских районов области. В структуру центра в разные годы входили пресс-клуб «Дельмар», радиоклуб «Девушек Шинар» и телевизионная познавательная игра «Бльгинге Маржан». «Когда я поступил в политехнический колледж в 2014 году, я впервые пришёл в интеллектуальный центр БОТА. Благодаря центру я обогатил свой духовный мир, обрёл новых друзей, наставников и соратников». Сегодня центр БОТА – это дискуссионный клуб «ЖАЗ АЗАМАТ», литературный салон «Казана», целая серия интеллектуальных игр «Эрудит 21 века», «Блемпаздар-знатоки», «Бакаттесят» и другие. По сути, БОТА стал своеобразной площадкой для апробации новых, интересных для молодёжи, массовых форм работы библиотеки. Вперёд к победе! Состоялся второй этап ежегодных городских легкоатлетических соревнований среди учащихся школ города. Испытать свои силы и побороться за звание лучшей команды Караганды собираются всё больше и больше участников. В этом году соревновались ученики 28 школ. За призовой кубок Караганды боролись лучшие из лучших лёгкоатлетов. Соревнования проходили в два этапа. Участвовало 22 команды мальчиков и 28 команд девочек. Всего более 300 участников соревнуются в шести дисциплинах. Это у нас бег 50 метров, бег 200 метров, бег 1000 метров, прыжок в длину, прыжок в высоту и эстафетный бег 4 по 200 метров. Неоднократно принимает участие в городских соревнованиях Ульяна Филина. Девушкой занимается лёгкой атлетикой 11 лет. Ульяна уверена, что занятие спортом – это залог здоровья. На тренировках школьница проводит большую часть свободного времени. Занимается пять раз в неделю по два часа в день. За 16 лет жизни девушка стала чемпионкой Казахстана по прыжкам в высоту и призёром чемпионата Казахстана по многоборью. Прыжки в высоту – одна из сложных лёгкоатлетических дисциплин. На соревнованиях участникам даются всего лишь три попытки. Если же спортсмен не показал результатов, то тут же выбывает из соревнований. Вот мы два года подряд были вторые, третьи. И в этом году, конечно же, хотим стать первыми. Тут главное – командное выступление. Главное, чтобы все показали именно в своём виде себя самые лучшие. Наблюдая за происходящим, можно сказать, что юношеские команды сильнее, чем женские. Но у девушек накал борьбы за победу намного выше. Ученица девятого класса Камила Серсикеева занимается спортом с десяти лет. Три дня в неделю посещает спортивный зал. Подготовки к прошедшим соревнованиям подошла серьёзно. Участвовала в забеге на 200 метров. Камила считает, что команду её школу можно назвать достойными соперниками. Мы участвуем уже, кажется, второй раз. В том году осенью мы заняли третье место. В этом году мы ещё не знаем, но ждём результатов. Я занимала третье место, второе место и всё. В пятёрку лидеров ежегодно входят такие школы, как 93-я, 32-я, 81-я и 23-я. И гимназия номер 45. А сердце Замбаева, Исламбеку, Спан, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. В Нью-Йорке прошла дуэль взглядов. О том, кому в глаза смотрел чемпион мира в среднем весе по нескольким версиям. Геннадий Головкин. Что чувствует и когда состоится важная битва, вы узнаете в следующем сюжете. Геннадий Головкин впервые встретился лицом к лицу со своим противником, американцем Домиником Уэйдом. Встреча прошла в Нью-Йорке. Это своеобразный дуэль взглядов. Геннадий Головкин не моргнул ни разу. Новый год, новый поединок. Я рад, что я в боксе и уважаю Доминика Уайда. До сих пор он не проигрывал. Это очень сложно, много эмоций. Кто победит, не знаю. Я не бог, это бокс, ребята. Казахстанцы верят в победу карагандинского боксера. Айдос Ясмагамбетов из города Аркалы Костанайской области работает над своей четвертой скульптурой. Молодой человек уже слепил копию Абулайхана, Нурсултана Назарбаева и Барака Обамы. Теперь художник решил изготовить Геннадия Головкина в натуральную величину. Поединок между Головкиным и Уэйдом состоится 23 апреля на арене Форум в Лос-Анджелесе. Для карагандинца это будет 16-я защита титула WBA, 4-я WBC и 1-я IBF. Геннадий Головкин провел на профи ринге 34 боя и в каждом одержал победу. Екатерина Афанасьева, Арман Нартаев, 1-й Карагандинский. И последнее. Пресс-служба Акимата города Караганды сообщает, что в связи с погодными условиями отменяется сельскохозяйственная ярмарка. Это были все новости на сегодня. Благодарю за внимание. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649 и смотрите наши новости на сайте канала. Приятных вам выходных! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин